Выписывать рецепты пошлым людям можно, не выходя из дома. Медицинская организация позаботится об этом. Накануне дня доставки пациенту сообщат по телефону, что лекарства ему доставит социальный работник из аптеки. Я могу сейчас подписаться и забрать. В этом пакете по рецептам врачей собраны и подписаны все нужные лекарства. В перчатках, масках и антисептиках социальные работники доставляют их по нужному адресу. Во-первых, обрабатываю ручку, обрабатываю звонок. Бабушка открывает мне двери. Я обязательно держу с ней дистанцию. То есть я поставила пакет. В данном случае я думаю, что я его повешу на ручку, потому что он легкий, маленький. Отойду от дверей. И затем уже, естественно, человек открывает дверь и забирает свой пакет с лекарствами. Строго действуя по инструкции, лекарства оставляют на дверной ручке пациента. Большое спасибо вам, Дарь. Очень вам за заботу. Спасибо вам. Можете держать. До свидания. До свидания. Всего хорошего вам. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Также социальные работники привозят на дом пожилым людям продукты. Этой помощью могут воспользоваться лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Достаточно обратиться по телефону горячей линии 24 12 00. С каждым днем количество таких звонков увеличивается. Мы ежедневно ведем мониторинг, естественно, практически больше 100 обращений уже у нас поступило в диспетчерскую службу. Ежедневно от 30 до 40 обращений. Помощь социальным работниками волонтеры-медики. Они тоже могут доставить продукты или вынести мусор. В ряды добровольцев записались почти 100 человек. Их помощь очень нужна. Мы будем рады, если у нас еще появятся те, кто потенциально будут готовы к этой работе в случае необходимости подключиться. Пока мы справляемся. И у нас достаточно сил и ресурсов. Но мы начали формировать дополнительную базу тех, кто будет готов к этой работе подключиться. Изъявить о своем желании стать волонтером можно через Центр социального обслуживания населения. По телефону 24 26 61. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев, Михаил Куричко. Тобольское время. Продолжение следует...